Здравствуйте, друзья! Меня зовут Олег Радьевилов, и мы продолжаем вести разговоры на историческую тему. Сегодня у нас в гостях археолог, историк, преподаватель истории первобытного общества и просто замечательный человек Бессонов Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Сегодня давайте с вами поговорим о мамонтах. Дело в том, что про сибирских мамонтов достаточно широко известно, их и по телевизору часто показывают, вечно мерзлоте находят, их там пытаются клонировать, восстанавливать. Ну а чтобы вот о мамонтах подмосковных или воронежских или липецких, такого, мне кажется, не очень много такой информации. Есть ли они вообще, подмосковные, липецкие, воронежские мамонты? Очень много. Можно вообще говорить только о липецких мамонтах, поскольку в настоящее время известно более 150 мест в Липецкой области, где выявлены кости мамонта. И также свидетельства, связанные с жизнью человеком, потому что человек и мамонт, они неотъемлемы были. Не случайно в свое время Анякович Михаил Васильевич, который написал книгу «Охотники на мамонтов», такого научно-популярного характера, но тем не менее он проводит там даже такую идею, что человек с мамонтом, можно сказать, были друзья. И они пасли их примерно так же, как сейчас пасут северных оленей. Ну то есть как северные олени, они мигрируют по своему графику, по своей, как бы сказать, территории. И так же и мамонты. Они ходили, как бы, путешествуя, что называется, в ареале своей территории, а человек приспосабливался к этому и при необходимости отбивал каких-то ослабших особей и употреблял их в пищу. Чтобы понимать, это о каком периоде мы ведем речь? Когда человек и мамонты, они вот взаимодействовали? Ну, в принципе, с момента оформления мамонта окончательно это произошло где-то там порядка, по мнению одних исследований, порядка 300 тысяч лет назад, по мнению других исследований, порядка 500 тысяч лет назад. Так вот, уже с этого времени человек и мамонт, они тесно, как бы, дополняют друг друга. И поэтому мамонт является, ну, хорошим дополнением к пище древнего человека, прежде всего, мясной пищи. И что касается исчезновения мамонта, то это уже происходит на нашей территории где-то порядка 14-15 тысяч лет назад. То есть, практически, да, совсем недавно, но это на нашей территории, потому что на острове Врангеле мамонты последние исчезли тогда, когда уже строились египетские пирамиды. Но мамонты к тому времени уменьшились, поскольку объем питания для них был недостаточным, и поэтому природа отбирала те особи, которые были меньшими в размерах, потому что для них нужно было меньше травы, которая необходима была для питания мамонтов. Вот отсюда и получалось, что отбор шел по пути уменьшения. Так же, как какие-нибудь малорослые пигмеи Южной Африки, они вот метр с небольшим и все. Почему? Потому что кушать нечего. Ну, а на европейской части нашей страны из-за чего исчезли мамонты? Они исчезли как раз-таки из-за уменьшения количества корма или их убили люди? Версий много. На самом деле была такая версия, очень распространенная, особенно после раскопок Мезинской стоянки. Это на Черниговщине, где для строительства жилища, поскольку здесь была территория приледниковая, это была тундровая зона, тундра-степь так называемая. И, в общем, карликовая береза, карликовые ивы, из них особо ничего не построишь. И поэтому на строительство использовали крупные кости мамонта. И, прежде всего, челюсти с бивнями. И поэтому они устанавливались вверх, так вот, а потом уже связывались с жердями, вот как раз из карликовой ивы. Карликовые березы сверху покрывали шкурой. Того же мамонта, она больше 30 метров площадью была, то есть и несколько шкур таких мамонта, то есть и вот жилище получалось вполне. То есть, получается, мамонты использовали целепон? Да, да, мамонты использовали. Но дело в том, что вот как раз для Мезинского жилища было использовано 86 черепов мамонта. И тогда сразу, ну, так поднялся такой, ну, можно сказать, шум недовольства в сторону первобытного человека. Это он уничтожил мамонта. Потому что для одного, для одной постройки 86. Ну, да, для одной постройки 86 мамонта. То есть, поэтому и получается так, что, в общем, этот шум стоял до тех пор, пока они начали датировать каждый из этих черепов. И после того, как черепа были датированы, оказалось, что между ними разница в 5-7 тысяч лет. То есть, они их просто собирали по этой тундре. Вот, ну, сейчас вот даже вы идете, допустим, где-то по степи, и раз, какой-то череп валяется, там, ну, как у собаки, там. А тогда с черепом мамонтов валялись. Вот они их притаскивали. И поэтому, на самом деле, строительство жилища занимало несколько лет. Потому что этих мамонтов нужно было стащить, ну, может, даже не несколько, даже если один сезон. И поэтому, даже когда называют вот эти стоянки первобытного человека, это, значит, какое-то временное образование. На самом деле, это не стоянки, это хорошее капитальное жилище. Это несколько лет строили. Да, конечно. А потом, естественно, если ты несколько лет строил, как это бросить и уйти куда-то? Конечно. Ну, и потом, так был запас питания. Из-за чего люди снимались и уходили? Потому что нужны новые ресурсы для питания. Самая большая проблема для человека – это обеспечить себя питанием. Питаться нужно, ну, хотя бы раз в день. Хотя бы раз. И, как бы, обамонт это обеспечивал вполне. Потому что мамонт – это, извините, 5-6 тонн веса. Это, ну, понятно, что основная часть кости, но все равно там пару тонн мяса. То есть это очень хорошо. А мамонт – стадные животные, они мигрировали по одному маршруту. И поэтому, в общем, добывать его было, ну, как бы сказать, достаточно просто. Человек все просчитывает. Как это просто добывать мамонта? Слон большой, мамонт еще больше. И орудие, я так понимаю, что это деревянная палка, но с каменным наконечником. Ну, других и не надо было. Потому что это была примитивная такая загонная охота, потому что она была самая эффективная. Хотя уже в это время уже был известен лук со стрелами, но его не использовали для охоты, потому что идти на мамонта с луком – это, ну, в общем, как бы… С чем нужно идти? Срогательный тоже? Нет, нужно просто, как бы сказать, с огоньком. И окружая мамонта загоняли его, соответственно, с горы. Он кувыркался, катил. Даже вот с такой обычной, как вот здесь, условно сказать, от Верхнего парка вниз. Все, не надо никакой ямы копать. Тем более, что вот те версии относительно того, что ямы копали какие-то для мамонта, специально… Ну, есть, да, картинки в интернете. И сверху мужчина с огромным булыжником бросает булыжник. Была территория вечной мерзлоты. Что такое вечная мерзлоты? Возьмем Якутию сегодня. Это что? Это за лето 50-70 сантиметров оттаивает, но в жаркие лето может быть там чуть ли не до метра. И все. А дальше идет на несколько там десятков, а то и сотен метров вообще мерзлота, которая… 50-сантиметровая яма, но, скорее всего, мамонт на смерть не разобьется. И дальше как он будет? Чем копали ям? Да нет, конечно. То есть нет необходимости. Это все равно можно вот для примера привести как раз вот как спускается корова, современная, допустим, лошадь. Она никогда вниз напрямую не идет. Она идет наискосок. Да, она идет наискосок. И мамонт тоже так же ходил, у него тропы были такие. А если его прямиком подпугнуть с помощью огонька, то, конечно, он же под собственным весом, он катился, ломал болевой шок. Он сам себе ноги сломает. Ну, в общем, да, он просто от болевого шока, то есть, а тогда уже можно было рогатины включать и так далее. Поэтому способ охоты был примитивен. Не потому, что человек был такой ограниченный там и так далее. Он прекрасно понимал, как можно эффективно охотиться. И у него уже были лук со стрелами. Он использовал для спортивных это всяких состязаний. И вот так называемые стрелецкие наконечники стрел, которые вот в костенках обнаружены, как раз говорят о том, что человек знал, что это такое. Но для охоты на мамонта он абсолютно неэффективен. То есть мамонта можно загонять по старинке. Зачем, допустим, какие-то другие способы. Дальше что с ним делали? Загнали мамонта. Я так понимаю, что жили племенами, ну, 30, ну, 50 человек в племени максимум. А это несколько тонн мяса. Это дело в том, что нет. Как раз благодаря вечной мерзлоте были хорошие холодильники. И вот как раз они с помощью огонька протаивали вот эту яму. Туда закладывали кости с мясом. И вот сейчас, если в костенках вот то, что под павильоном мы видим, там есть постройка, а вокруг нее ямы прям с костями напичканы. Это холодильники? Это холодильник. И как сейчас, собственно, делают народы... То есть 20 тысяч лет назад человек уже делал холодильник? Конечно. Ну, это природный холодильник. Это же ничего такого. Это же он не электрический. Это он природу использовал, да. И как сейчас, собственно, народы из Севера, они же тоже живут достаточно, ну, на таком примитивном, можно сказать, уровне. Не потому, что они такие, опять-таки, ограниченные, а просто это самый эффективный способ. Зачем что-то придумывать другое, если вот есть вот такое. Как, допустим, наши, допустим, в деревнях наши предки, там, на Урале до сих пор используют ледники. Это зимой нарезают лед, обкладывают в крышу, засыпают землей, а потом в этих ледниках хранят в большом количестве наделанные зимой пельмени и так далее. То есть это большие объемы, ни один холодильник таких объемов не держит. Вот, то есть поэтому человек научился использовать. И поэтому, как только пошел на охоту, неудачно сложилась в этот раз охота, он... Холодильник? Да, холодильничек, как мы сейчас. А насколько примерно хватало мамы-то? Нет такой информации? Ну, вообще считалось, что на одном месте сразу могло жить 200-250 человек. И поэтому, конечно, вот такие холодильники не могли делать для каких-то, ну, экстремальных переводов в году. Ну, в общем, когда мамонт, может быть, там, ну, не очень хорош, там, в плане, может быть, даже, ну, жирности какой-то и так далее. То есть после зимы, может быть, там... Не жирный мамонт. Ну, да, какой-то такой. То есть поэтому, ну, нужно было выдержать. Ну, в принципе, это известно по этнографическим данным, что люди рачительно относились к природе на самом деле. Они могли, ну, как бы сказать, отбирать там какие-то отдельные особи, там, например, какие-то подранки, какие-то более старшие там и так далее. Не трогать молодняк и так далее. Хотя, допустим, бывали случаи какой-то массовой загонной охоты, если стадные, как вот на Карибу в Америке охотятся, там, они через реки, когда они проходят, там устраивают поколы так называемые, там сотнями тысяч уплывают эти подранки, там, скажем. Ну, такое тоже бывает. Какую часть вот мамонта занимали в жизни древнего человека? И что случилось, когда мамонты исчезли? Что с людьми случилось? Вообще, надо сказать, в жизни древнего человека мамонт занимал огромную роль. Об этом свидетельствуют как раз самые разные находки рисунков в пещерах, на скалах. И как раз это говорит о том, что человек к мамонту относился, ну, с таким вот уважением, потому что это мамонт наше все, что называется. И поэтому, когда мамонт исчезает, ну, и вообще мамонтовая фауна, не только мамонт исчез, а исчезают там, и шерстицы носороги, это тоже, как бы, второй по крупности мамонта, ну, как бы, от мамонта второе животное. И поэтому очень, ну, как бы сказать, это была трагедия. Это была трагедия, потому что вот эти 200 с лишним человек сидят, все, пошли, как бы, за мамонтов, а мамонтов больше нету, кончились. И что делать? И вот тогда начинается и дробление коллективов, и общество меньше становится, они срываются с мест, начинают ходить за нестадными животными, типа дикий кабан, там, допустим. Ну, это, извините, даже если брать оленя какого-нибудь и лося, ну, олень еще ладно, у них стада побольше, а лось это нестадное животное, у него там, ну, семья вот ходит, и что такое лось? Лось, извините, это, ну, 250-300 килограмм. Или 5 тонн, 5-6, или 253, это мелочь. То есть, и поэтому, конечно, он проблемы не смог решить, вот, обеспеченные пищевыми ресурсами. И поэтому человек начинал судорожно искать выход, менял специализацию, больше уделял внимание собирательству, рыболовству, изобретал всякие ловушки, там, капканы и так далее. И как раз с этого времени началась такая интенсивная попытка поиска выхода на производящее хозяйство. Ну, то есть, в какой-то степени исчезновение мамонта, оно стимулировало человека развиваться на общество. Конечно, оно подталкивает человека, потому что, вот, производящее хозяйство, почему оно появляется, вот, там, в Междуречьях, там, Тигры, Ефраты и так далее? Да потому что кругом пустыня, а там все, там, если ты не займешься, вот, ну, как бы сказать, интенсификацией обработки земли в этом Междуречьях, то все. Ну, как бы сказать, ты обречен на вымирание. И поэтому начинаются регационные сооружения, быстрое развитие вот этих деспотических обществ. Почему? Потому что деспотия нужна для того, чтобы держать народ все вперед, копаем сегодня каналы, завтра их чистим, послезавтра укрепляем, там, и так далее. То есть, поэтому, вот, это мы в нынешнем производящем хозяйстве, то, что комбайны по полям ходим, и так далее, это вот обязаны тому времени. Как раз из исчезновения мамонтов. Да, потому что вот сейчас удивляются иногда, почему папуасы до сих пор живут так, как живут. Да, потому что им не надо. Ну что ж, друзья, на этом я предлагаю на сегодня нам остановиться. Вполне достаточно много информации мы получили. И главное, наверное, и самое интересное, это то, что вот те же самые гаджеты, которые мы сегодня пользуемся, наше сельское хозяйство, да и, собственно, возможность, ваша возможность смотреть нас сейчас через экран, это все благодаря тому, что в какой-то момент исчезли мамонты, и человечество начало развиваться, развиваться. Вот, собственно, пришли мы к тому, к чему пришли. Это был Олег Радивилов, разговор о истории. До свидания. Олег Радивилов